Продолжение следует... Глагол «идти» – это многозначное слово, а в толковом словаре Ожеговой-Шведовой дается 26 значений этого слова, первое из которых – «двигаться, переступая ногами». Остальные 25 значений вы можете посмотреть самостоятельно. Сегодня мы с вами повторим склонения существительных. Склонения – это изменения существительных по падежам и числам. Вспомним с вами падежи и падежные вопросы. Первый падеж «именительный» является основным, это начальная форма существительных. Слова отвечают в этом падеже на вопросы «кто? что?». Падежи «родительный», «дательный», «винительный», «творительный» и «предложный» являются косвенными. Вспоминаем вопросы падежей. Родительный падеж существительные отвечают на вопросы «кого? чего?». В дательном падеже «кому? чему?», в винительном «кого? что?», в творительном «кем? чем?», в предложенном «о ком? о чем?». В единственном числе все существительные распределяются по трем типам склонений. К первому склонению относятся существительные женского рода с окончаниями «ая», например, «стена», «земля» и существительные мужского рода с окончаниями «ая», такие как «дедушка», «дядя» и другие. Существительных мужского рода с окончаниями «ая» в русском языке не так много. Ко второму склонению относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием, например, «плащ», «конь». Или существительные среднего рода с окончанием «ое», «окно», «поле». К третьему склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием «степь», «ночь». Кроме того, надо помнить, что в русском языке есть особые слова, которые при склонении имеют окончание разных типов. Эти слова так и называются – разносклоняемые существительные. Чтобы их запомнить, вам предлагается вот такое стихотворение. «Десять слов с концовкой имя. Чтобы начать запоминать, надо все их срифмовать. Имя – вымя, бремя – время, семя – племя, темя – пламя, стремя – знамя». Но при этом не забудь, всякий раз, как их склоняешь, суффикс «ен» ты прибавляешь. В список вставим слово «путь». Все, значит, можно отдохнуть. Давайте посмотрим с вами, как изменяется по падежам разносклоняемое существительное имя. Именительный падеж – что имя? Родительный падеж – чего имени? Обратите внимание, суффикс «ен» и окончание «и». В дательном падеже будет имени, также суффикс «ен» и окончание «и». В винительный падеже слышу, что имя совпадает с именительным падежом. В творительном падеже – чем именем, суффикс «ен» и окончание «ем». В предложенном падеже – о чем? Об имени. Суффикс «ен» и окончание «и». Следующая наша тема – это второстепенные члены предложения. И первый член предложения, с которого начнем повторение, будет определение. Определение обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «какой?», «чей?» и подчеркивается волнистой линией. В предложении «наш класс победил в районных соревнованиях» мы с вами можем найти два определения. Класс «чей?» – «наш». Определение выражено местоимением. О соревнованиях «каких?» – «районных». Определение выражено прилагательным. Иногда определение может быть выражено и существительным. Посмотрите, дом бабушки открыт для гостей. Здесь логичнее поставить вопрос «дом чей?» – «бабушки?». Это определение выражено именем существительным. Другой второстепенный член – это дополнение. Он обозначает предмет, с которым происходит действие. Дополнение отвечает на вопросы «кого чего?», «кому чему?», «кого что?», «кем?», «чем?», «о ком?», «о чем?» на вопросы косвенных падежей. С друзьями мы обсуждаем прочитанные книги. В этом предложении мы можем найти дополнение. Обсуждаем с кем? С друзьями. Дополнение подчеркивается пунктиром. Выражено существительным с предлогом. Обсуждаем, что книги. Дополнение также выражено существительным, но уже без предлога. Существительное стоит в форме винительного падежа. И последнее второстепенное член-предложение – это обстоятельства. Он обозначает признак действия или признак другого признака. Обстоятельства отвечают на вопросы «как?», «где?», «когда?», «куда?», «как долго?», «откуда?», «насколько?» и т.п. Посмотрим на предложение. «С ветки на ветку ловко перескочила шустрая белка». В этом предложении можно найти несколько видов обстоятельств. «Перескочила откуда?» С ветки. Обстоятельство подчеркивается пунктиром с точкой. Это обстоятельства выражено существительным с предлогом. Перескочила куда? На ветку. Также обстоятельства выражены существительным с предлогом. «Перескочила как?», «ловко». Это обстоятельства выражено наличием. Продолжение следует...